Всем привет! С вами снова Павел, канал Крутящий Момент. Сегодня у нас созрела мысль снять именно жесткую порнуху. Для этого мы пригласили нашего желанного гостя. Да-да-да, ребята, именно Олега на Passat 3.6, этого дерзкого пацана. Вы много пишите по поводу того, чтобы мы его пригласили на съемки. У Олега была своя фан-группа. Друзья, всем привет! Всем огромное спасибо за поддержку. Считаю комментарии, лайки, подписки. Всем салют, друзья! Вот приехали на 6-й, ищем с кем заехать. Как обычно, катается. Блядь, никто не катается. Значит, идея какова была найти пару японских колесниц и зарубиться с ними. К сожалению, как ребята начали смотреть Олега у нас на канале, обвиль наш том, календантский час. Нет, нет японских машин. Мы и туда пошли, и туда пошли. Мы ко всем подошли, кто был на японской машине. Ехать никто не хочет. Так, сейчас будет заехать у нас с Бэхой. Нашли пятерочку F-серии. 3 литра турбо на стейдж 1. Машина на заднем приводе. Сопернику у Олега порядка сильнее, чтобы потом не писали, что Олег катается только с слабыми машинами. Олег, напомни, пожалуйста, что у тебя по тачке, какие доработки и сколько сил? Ребят, ну, это Passat 3.6, атмосфера, 300 сил под аработком. Здесь убраны катализаторы и маленький такой вот, такой маленький чипчик. Микро-чип? Микро-чип подшили такой вот. Особого прироста никакого нет, чек не горел. И все. Ну, как обычно, все катаются в стоке и валят. Олег Беха пятерка F-серии на стейдже. Рубанешь? Ну, конечно, куда надеваться, ребят? Надо рубануть по-любому. Нагнешь Беху? Не спрашивай такие, ну, конечно. Готовы рубануть? Ну, да. Это дерзкий Олег, пацаны, вы в курсе вообще? Да. Смотрели про него в интернете? Он вообще гроза Японии, но сегодня попробует с вами рубануть. Первый раунд. БМВ против Фольксваген. Крепко едет Пассат, навезли Беху в первом раунде. Пока мы готовим две машины на старт, напишите, кому какая марка нравится больше. Если вам нравится БМВ, напишите слово БМВ. Если вам нравится Фольксваген, напишите слово ВАГ. Поехали. Уро, как раз сжало. Полный, мать его, блин. Все, братик, вот сходом. ВАГ, сила, ребят. ВАГ не ломается? Фольксваг болеет. С Бехой зарубили. Давайте попробуем идти какого-то другого соперника. Кстати, смотри, Тойота, ну тормозни. Погнали заедем. Чего? Да давай разок зарубанем. Так, тоже на автомате. Польс на... Та ладно, крутая тачка, у меня такие две было штучки я продал. Та давай раз для фана рубанем. Понял, ладно, окей. Женек, брат, привет. Братишка, Пашка. Все огонь. Все сучетко. Как там рэпчик? Банчим потихоньку. Скоро у нас открытие сезона, поэтому присылайте свои заявочки на SS Battle. Страничка будет у меня на страничке. Ха-ха, подъемка, да? Да, я лично пойду. В этом Камаро 3,6 литра. Несмотря на то, что в интернете везде пишут, что они идут только 2 литра турбо, в данном варианте у нас якобы 3,6. Сейчас нахожусь в Камаро с мотором 3,6, расход 10 литра, вот видите, машина 18-го года. Вот такой вот салончик. Вот так вот сзади выглядит. Итак, едем со свежим Камаро в районе 350 лошадиных сил. Едет очень сильно, но я думаю, что пассат этому Камарику не по зубам. Олег, я в тебе верю. Я тоже надеюсь, ребята, Das Auto, Volkswagen делает вещи, вы все это знаете. Так, Камаро где-то сзади. В точку, в точку, желтый Камаро, как в закат солнце ушло, желтое, понимаете? Это яркое, в этот пасмурный день, но оно уходит куда-то туда. 3,6 для пассаты слабовато, я думаю, что тебе нужен СС. Ребята, у кого есть СС, обязательно пишите, приезжайте и будете наказаны. Я не уверен, конечно, что вы будете наказаны, но... Попробуй, стоит. Ребята, но до 100 км в час, пока вы там будете буксовать, я уже буду ехать за кофе. Ребята, что-то оно у меня забыло. Не поехало? Давай разумеем. Не надо антибуксер меня включать, просто как штатно. Ну попробуйте так, давайте поехать. Формы у нее просто великолепные. Если бы мне сейчас было лет 20, и у меня была бы такая тачка... Олег, ты все телки были бы мои. Все телки были бы твои, я думаю, ребят, с этим тоже нет проблем. Я называю это, знаете, кофейные гонщики, которые приехали под ресторан, припарковали красивую, яркую тачку. То есть, может, они и не гоняют, да, может, она там и не едет, но внешний вид у нее действительно... Не, Олег, на такой тачке надо не под ресторан, а под школу. Школьницы, школьницы, ребята, кстати. В лучшем случае студентки, под институт стал, красивенько всех увез. Опа-на! Снова батл в одни ворота. В этот раз получше. Вот получше ей, да, получше. Но корпуса 2-3 встает. Ход у него сильнящик у тебя. Вот ход. Забирают, да. Все. Победа! Ну что, я тебя поздравляю. Да, Дима, спасибо. Ну, тачка классная. Уход сильнее у тебя однозначно, но не хватает тебе добрать, видишь? Что не хватает? Добрать не хватает. Если резину взять хорошую цепку и спустить давление, то доберешь. Ну, правильно. Если на лето покупаешь цепку и резину, спускаешь давление на килограммчик. Да нет, надо брать калкуетного ситуации. Да я тебе скажу, что ты на этом можешь неплохо валить. Просто здесь надо спускать давление и... Ну, резину хорошую, понял? Не буксовать. Так, пацаны, привет. Сколько у вас сил? Ну, в районе... 250. 235 стейдж один, правильно? То есть просто прошивка ката на месте или нет? Ну, вообще, типа, второй стейдж. Я не знаю, я еще не верил. То есть ката убрали, коробочку зашили, да? Да, да. Так, едем с 235 на первом стейдже. В ней в районе 350 сил. О, красавчик. Что-то пацаны сильно слабо стартанули. Но они сейчас на поле, я не говорю. Друзья, была неожиданная ситуация. Видите, как нагнули 235-го. Они нагнули. Наебали. Наебали, да. Ты объясни, как так получилось, что мы у вас объехали? Да я стартанул, да. У тебя же 3 литра, ну, твинтурбо, правильно? Твинтурбо, правильно? Ну, правильно. То есть она должна ехать там 350 сил на первом стейдже. Минимум. Правильно? Да. Ну, так чё ж ты проиграл? Ну, давай еще раз. В этот раз мы должны победить. Сейчас, поджи-спорт. Сейчас лучше пошел, но все равно слабоватый. Я ожидал больше. Какой вес? Она шлифует. А вес какой? А какой вес у него? Он на 600. Блядь, как 335-я фактически? 235-я, ну да, как 335-я. Ну что, весит столько же? Она меньше же выглядит. Нет, он на 600. Странно. Не, ну, хороший автомобиль, редкий. За все время вот ваша тачка первая здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем пока.